Есть прекрасные новости с фронтов идеологической войны. С моей точки зрения, действительно прекрасные. Ну, во-первых, закон о запрете просветительской деятельности. Как я понимаю... Скажем прямо, это запрет просвещения как такового. Да, это запрет просвещения, и это восхитительно, потому что нет сомнений, что это будет принято окончательно. Это запрет на любую просветительскую деятельность на территории России без разрешения власти. То есть, если вам понадобится такое разрешение, вы приходите на комиссию, там будет сидеть тетка из жилтоварищества, поп и ядовитый ФСБшник, и в своих провонявших новичком пальцах он будет крутить оторванный мизинец, оторванный у вашего предшественника, который тоже приходил доказать, что его лекция вполне себе благонамеренна. И вот им придется доказывать благонамеренность вашего доклада. А что это все значит? Это значит, что и этот бой они тоже проиграли. Они уже боятся даже тени, собственной тени. Это не тактика победителей, это не тактика торжествующих или уверенных людей. Это тактика поджавших квост. Потому что мы видим, например, вот красотку Симоньян, она уже в режиме такой неформальной, жесткой истерики требует разрушения Карфагена. Она требует истребить все иностранные соцсети, закрыть все-все и дотла. Ее голос, надо сказать, ей не принадлежит. Понятно, что ее используют как граммофончик, как некий патефон, на который ставят пластинки в администрации. И это значит, что они и здесь проиграли всю конкуренцию и великолепно знают, несмотря на то, что пропагандисты Кремля имеют колоссальное техническое и численное превосходство над нами. И они не понимают, что вот если они закрывают Ютуб, пусть закрывают. У людей такой Ютуб, блин, нарисуется в головах, что подлинный Ютуб будет бледной, детсадовской и милой картинкой. Ну и плюс, надо понимать, что закрытие, о котором они так мечтают, закрытие Ютубов, Фейсбуков и других иностранных приведет неминуемо к закрытию контакта и одноклассников. Все хлынут туда, все лишившиеся заработка, все лидеры мнений, все авторитетные, все абсолютно уйдут туда просто ради мести. И вот тогда полностью раскалившиеся одноклассники и контакты тоже пойдут к чертовой матери. То есть они не умеют даже запрещать, они не умеют считать на полсантиметра вперед. И тогда, черт возьми, все быстрее и громче лопнет. Ведь люди готовы терпеть даже самую тупую, как бы охамевшую власть до тех пор, пока она не переходит в некую, скажем так, неизвестную, но очень отчетливую черту. Где черта? Вы считаете, что эта черта уже близка? Ну, я ее чувствую. Я вот смотрю, как издеваются над бедным этим твиттером. И повторяют бессмысленные мантры про законы, про законы, про соответствие законам. Но, помилуйте, это не законы. Это произвол перепуганных дураков, просто написанный на гербовой бумаге. От того, на чем он написан, они законами не становятся. Закон – это потрясающая штука, которую ни с чем не перепутаешь, потому что закон регулирует жизнь. Закон облегчает эту жизнь и балансирует ее. А то, что производит Дума, законами ни в малейшей степени не является. Она делает сложную, тяжелую и гадкую жизнь еще тяжелее и гаджет. Да, вот от того, что там 400 хулуев собрались вместе и подписались под какой-то глупостью своих испуганных хозяев. От этого никакие... Вот это не называется законом, разумеется. Ведь, ну, ты знаешь, да, про то, что очень многие редакции и художественные литературы, и научные литературы ломятся от нашествия толп графоманов. Графоманы тащат тоннами свои стихи, свои идиотские представления о прекрасном, либо пытаются пересмотреть теорию относительности. Между прочим, научных трудов огромное количество научных. Количество этих фриков, да. Но, скажем так, если там следствие этой бездарности, этого графоманства довольно невинно, мы можем над ними хихикать, и это не имеет никакого продолжения, то цена графоманства в законотворчестве слишком велика и слишком страшна. Это трупы, это запреты, это разорение, это деградация, это голод, это разрушение всего. Это как раз эти уже полномощные разряды пойдут через то электрическое кресло, в которое уже история усадила Россию. Вот, кстати, мне очень понравилось, что у нас есть ведь. Вообще вот вся история с Ютубом, вся история с Ютубом и с сетями кончится, знаешь, чем? Чем? Рано или поздно старенькая Симонян со своими ста подписчиками будет вести маленький кулинарный блог о приготовлении мяса бобров. Вот этим это все и кончится, равно как запрет мата, да, депутатами Государственной Думы, боярским и еще каким-то кончится тем, что и на их могилах тоже, вероятно, напишут краткие трехбуквенные слова. Понятно, кто и что сильнее, да. Александр Глебович, вот тут один из наших зрителей на Ютубе пишет, запрети в России просвещение, народ назло кинется толпой, учится всему и вся. Умница. В этом что-то есть. Умница. Согласитесь. Вот все-таки дураки эхо не слушают. И каждый раз я получаю этому подтверждение. Дураки в других местах. Вот, например, у нас есть Мизулина. У нас есть красотка Мизулина, она лирик, романтик. Вот увидев эти терзания вокруг Твиттера, она, вздохнув, сообщила, что заблокировала свой Твиттер еще в ранней молодости. Но с учетом того, что ее ранняя молодость была ровно 50 лет назад, а Твиттеру всего 14, стало мне интересно, что именно она называет словом Твиттер и какой цемент она использовала для блокировки.